Народный фронт в действии. Одна из задач – контроль за качеством дорог и снижение числа ДТП. В этом году белгородские активисты ОНФ провели мониторинг особо аварийных участков магистралей Белгорода и Старого Оскола. Собранную информацию направили в местные органы власти, чтобы обратить их внимание на самые проблемные точки. И вот первые результаты. Наиболее опасный пешеходный переход в Старом Осколе претерпел изменения. Продолжит Григорий Миронов. Это первый переход на въезде в город со стороны Каплина. В 2014-м на нём было зафиксировано сразу три ДТП со сбитыми пешеходами. Один случай летальный. Водители здесь, как правило, редко сбавляют ход. Не так давно ситуация изменилась. Притормаживает. И хорошо притормаживает. Переходим спокойно. Разница есть. Дисциплинированнее стали водители, значительно. Первый раз активисты ОНФ обследовали этот участок летом. Информацию передали в администрацию округа. Власти города отнеслись к сигналу Народного фронта со всей ответственностью и оперативно приняли меры. На данном участке были уложены две искусственных неровности. По обе стороны проезжей части установлены дорожные знаки непосредственно на искусственные неровности и на приближение к искусственной неровности. За последнее время на данном пешеходном дорожно-транспортных происшествий у нас не произошло. А это ли не лучший показатель безопасности? Прибывшая на место комиссия в составе в том числе и представителей ОНФ ситуацией осталась довольна. Сегодня мы констатируем, что пешеходам переходить удобнее. И сегодня мы констатируем, что действительно администрация городского округа Старый Оскол услышала мнение активистов Народного фронта. Пешеходный переход в Старомосколе – первый результат работы белгородского отделения ОНФ в этом направлении. Насчет ликвидации других опасных точек на дорогах области диалог с властью продолжается. Участки повышенной аварийности нанесены на так называемую карту жизни. Это проект всероссийского масштаба, инициированный Народным фронтом. Его цель – снижение смертности на российских дорогах. Григорий Миронов, Сергей Кириченко. Новости мира Белогория.